Торжества под Андреевским флагом начинаются у военного мемориала в Кремле. Огненно-красные гвоздики возлагают крупки легендарной подводной лодки С-13, построенной Сормовскими корабелами. Ветераны, моряки в запасе, их дети и внуки. Это наша жизнь, что все, начиная с 17 лет до, скажем, последней точки довольнения в запасе, посвящены военно-морскому флоту. Я служил на Северном флоте, из ребенка сделали мужчиной. День военно-морского флота отмечается в России с 1939 года. Сейчас границы нашей страны защищают надводные и подводные силы, морская авиация, корабли и суда специального назначения. Участвовать в отражении нападений противника приходилось и командиру корабля Анатолию Ступакову. За плечами 33 года службы в Тихоокеанском флоте. При выполнении ракетных стрельф в Японском море так получилось, что подбитая ракета, крылатая, попала в один из кораблей, который назывался «Морка-Мусун». Погибло 39 человек, 33 мы спасли. Сейчас им установлен памятник. В Нижнем Новгороде отмечают не только те, кто в море, но и те, кто на суше обеспечивает боеспособность кораблей, проектирует и строит. У нас в регионе 11 судостроительных заводов. Необходимо строить быстрее, потому что нужно наполнить базы Крыма, Черноморского флота, потому что там находится одна подводная лодка, а у Турции их 20. Сам праздник разворачивается на площади Минина. Моряки организуют импровизированный концерт, на котором они и артисты, и зрители. Здесь же на площади Минина агитируют молодых людей, пойти на флот на контрактной основе. Говорят, интересующихся много, и в основном все в Мурманск хотят. Виктория Кузьмина, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.